Этой ночью жителей частного сектора на Свердлово разбудил сильный треск лопающегося шифера. Когда соседи спохватились, над заброшенным домом уже повисла дымовая завеса, а из окон виднелись языки пламени. В самом пекле, как позже выяснилось, находился человек. Приехали МЧСники, начали тушить. Ну и вынесли тело женщины обгорелое. Вот она тут лежала. Дом под расселение идёт, получается. Людям выдали квартиры. Здесь никто не проживал. Труп спасатели обнаружили на полу в одной из комнат. Женщина, говорят соседи, была без определенного места жительства. Её личность устанавливается. Что касается строения, пострадала лишь часть дома. Но там, куда добралось пламя, нет живого места. Внутри обгоревшие матрасы и одежда. Пол и потолок превратились в угли. Повреждено перекрытие. А от окон и дверей и вовсе почти ничего не осталось. После того, как потухла последняя искра, на место прибыли эксперты. Именно им предстоит разобраться в причинах ЧП. Однако кое-что ясное сейчас. Огонь не прощает ошибок. К пожару приводят такие чаще всего нарушения, как неосторожность при эксплуатации печного отопления, эксплуатации электропроводки. Но чаще всего к пожару и гибели людей приводят неосторожное обращение с огнём, в частности при курении. Поэтому мы напоминаем, что беречь своё жилище – это обязанность каждого человека. Этот пожар в Бобруйске уже 16-й с начала года. Огонь унёс жизни четырёх человек. В масштабах страны произошло свыше 600 возгораний. Погибло 124 белоруса. В том числе один ребёнок.